Газовый кризис на Украине продемонстрирует, насколько успешными были реформы в энергетической сфере страны, об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ. Как отметил экономист, выяснить, каковы реальные объемы внутренней добычи газа на Украине и насколько сильно страна столкнется с дефицитом голубого топлива, нельзя, пока не прекратится схема с виртуальным реверсом. Очищение кризисом, точнее морозом. В средние века инквизиция очищала огнем. Сейчас газовая инквизиция будет очищать экономику и население морозом и тарифами, зловеще обещает экономист. По его словам, реальную ценность реформ в украинском нафтогазе можно будет увидеть лишь в условиях снижения транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах. При этом, как оказалось, реформы нафтогаза хорошо работают тогда, когда есть 3 миллиарда долларов за транзит и существует возможность летом закачивать в хранилище дешевый газ, а зимой продавать потребителю дорогой, отметил Кущ. Цена реформ нафтогаза – это уродский анбандлинг по созданию независимого оператора ГТС – газотранспортной системы Прим. РВ, мощности которого неинтересны никому, не вредному Газпрому, не няшным, милым, приятным Прим. РВ европейским оператором, указал экономист. По его мнению, резкая реакция киевских властей на заключение Венгрии контракта с Газпромом в обход Украины объясняется тем, что в последнее время виртуальный реверс в страну в значительной мере переместился из Словакии в Венгрию. Закрытие этого направления означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится. Так что грядущая газовая инквизиция будет во благо, заключил Кущ.